Немецкие овчарки, лабрадоры и ретривер, хаски, пудели и таксы. Где, как ни на традиционной выставке собак, встретит такое разнообразие четвероногих. Более ста участников собрались здесь, чтобы побороться за кубок победителей. Шансы у каждого высоки. На площадке как начинающие, так и опытные участники. Несмотря на соревновательную составляющую мероприятия, явной борьбы за лидерство не ощущалось. Выставка для многих повод встретить единомышленников, поднабраться опыта и, конечно, показать своего питомца во всей красе. Атмосфера дружеская. Любовь четвероногим в очередной раз собрала берестейцев в одном месте. На каждой из площадок соревнований между представителями одной из породных групп. Все собаки делятся на 10 породных групп, на 10 и одна группа вне классификации. И дальше идут возрастные группы. То есть экспертиза идет по нескольким направлениям. Первая делится по группам породным. То есть первая, вторая до 10 и плюс одна группа вне классификации, которая представлена представителями данной страны. А внутри групп идет деление по возрастам. Бэбики, щенки, промежуточный класс, открытый класс, победители, чемпионы. Хозяйка годовалой Орлет убеждена, что такие выставки только на пользу ее питомцам. Татьяна Рудик замечает, с каждым так называемым выходом в свет собака чувствует себя увереннее. Кокер Спаниель – обладатель титула юного чемпиона Беларуси. На ее счету победы на международной выставке в Минске. Неоднократное участие в городских выставках. Останавливаться на достигнутом Татьяна не планирует. Она уверена, ее питомец должен развиваться. И где, как ни на выставках, набираться полезного опыта. Собака, я смотрю, чем она старше становится, тем больше ей это нравится. Если мы собираемся на выставку, я достаю переноску домика, поводок. Собаке просто счастье. Значит, мы пойдем гулять вместе, значит, мы будем целый день на выставке с собаками. Ей нравится себя показывать, какая она красавица и умница. Питомец Виктора Козила. Его гордость кавказской овчарке Афине почти 10 месяцев. Среди других четвероногих на выставке эта собака заметно выделяется. Живой интерес к ней среди присутствующих вполне объясним. Ожидаем, сейчас ждем, чтобы выставляется в лучших породах. Сейчас она заняла, она отлично. Два саса есть, уже есть у нее. И будем сейчас. Ну что важнее, участие или победа? Конечно, участие. Ожидания хозяина Афины оправдались. Его четвероногий друг стал победителем в своей номинации. Пальма первенства по итогам всей выставки досталась питомцу Татьяны Рудик. Для собаководов, которые держат собак, выставка это как бы финишная каждого года, весенняя, осенняя. То есть те щенки, которые родились и не участвовали в весенней выставке, они к осенней дорастают и уже тогда принимают участие в соревнованиях. То есть каждый владелец собаки хочет показать лучшие стороны своего питомца. София Бережна, Евгений Просналь, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.